меня зовут анастасия я мама солнечного ребенка зовут гриша мы сейчас на данный момент пять с лет но скажем так что это было для нас большим сюрпризом потому что забеременеть 37 лет я была очень этому счастлива очень долгожданный ребенок и поэтому я была очень примерной беременной и ходила на все анализы и скрининги и ничего нам такого особенного не говорит то есть даже генетический анализ был хороший ну в общем все было я была счастлива что все-таки возраст я очень переживала боялась какие-то патологии но было все замечательно беременность протекала чудно вот только до того момента как я родила ребеночка ну единственное что мнение не подводило мое предчувствие у меня был все время на протяжении беременности один и тот же сон что мне снится что я родила ребенка и все там столбились врачи что-то случилось непонятно что но что-то я понимаю что что-то случилось на этом я просыпалась как правило но я списывал это на то что это мои страхи я просто их отгонялась здесь получается как как во сне вот такая вот реальность вот было конечно я не поверила ко мне мне подошли и сказать что у вас подозрение синдром да у ребенка сразу еще в родильном доме в родильной зале я не поверила потому что ну во первых мы же все мы думаем что с нами этого не случится ну то есть мы видим что где-то это у кого-то мы сопереживаемся чувствуем и думаю про себя нет и и не будет потому что мы считаем себя какими-то вдруг особенным нет ну все одинаково вот и и тут же было со мной нет и и во первых все в голове вот эта каша и я начинаю себя отрезвлять и говорить о том что нет подождите посмотрите все мои анализы все в порядке все хорошо такого не может быть ну давайте я вам покажу конечно покажите мне моё дитя и мне показывают маленького такого вот инопланетянина вот по-другому его не могу назвать но это такое что-то да он похож на ребенка синдромом дауна я этого вижу признаю уже я это понимаю то есть не надо говорить убеждать я вижу и все и тут меня накрывает как можно отвечать на поздравления когда тебе говорят такие вещи вот телефон разрывается от поздравлений смс слезы вот но как говорится ситуация была такие когда клин клином вышибают когда не только диагноз начинают там устанавливать а еще и попутные заболевания то есть это непроходимость кишечника была у нас нас переместили в перинатальный центр там конечно каждый день и какой-то стресс и я забыла честно говоря про вообще про это вот синдром да она ушла у меня вообще на какой-то там дальний план потому что ребенок вот он он любимый он здесь он долгожданный и все мне главное борьба сейчас вот за его жизнь какую-то за потому что происходили всякие моменты то нам катетер поставили не туда в голову пошел там то после операции вылетает этот катетер потому что у наших деток очень тонкие и ломкие венки и это сложно все и ребенок вместо того чтобы получать послеоперационные все эти антибиотики так далее и тому подобное он просто через нос ему подается питание к биен называется вот чтобы ребенок просто вышел хоть как-то выше были такие моменты вообще через там потом через полтора года мы езжали москву на операцию то есть какие-то такие моменты что я понимала что потом уже что и мой ребенок очень находился собственно на грани такой вот жизни и смерти очень долго пребывал на второй операции по наркозам чем все это таких да вот до последних операций все это полтора года это вот какой-то постоянно вот ты не понимаешь справляешься что ты стрессом только вот вот когда я только родила в перинатальном я ходила и говорила себе такую одну мысль что бог не по силам не дает держалась долго сейчас я успокоюсь Сейчас я тебя съем, поймаю. Сейчас я еще. Сейчас я еще. Привет, привет. Сейчас-то все хорошо началось. Ничего себе. Все говорить. Вообще все хорошо идет. Информация идет. Я же впервые слышу, я понимаю, что какие мы затронули сопутствующие, какие часто бывают у наших деток. Да. Это еще счастье, когда ребенок с синдромом Данна родился здоровый. Без каких-то патологий. И солнышко родилось. Вообще, на самом деле, если если бы вот реально эта информация как-то, не знаю, ее действительно было бы больше, все равно бы пропускали бы, все равно, ну, как я по себе, да, мы пропускаем, да, рождается у кого-то ребеночек с синдромом Данна. Ну, неважно, даже с каким-то другим там заболел. И ты думаешь, а как бы ты, вот как ты в этой ситуации себя бы проявил, вот как бы это все случилось с тобой. Вот. И когда это случается с тобой, это получается, ну, такое испытание. и, в принципе, у нас есть два выхода. мы можем мы можем в соплях, в слезах это горе горькое обмывать, да, либо мы можем вообще отдать детеночка своего на попечение государству и избавиться от проблем. вот. Либо же мы можем посмотреть на второй выход, на вот ситуацию со всеми этими ужасами, со всеми, со всеми вот этими потрохами, как я говорю. Вот принять эту ситуацию и увидеть, там есть свет. Это нам кажется, что света нету, что вот все, капец. она есть. Надежда и свет. Как узнал мой муж? Он мне, естественно, позвонил, потому что сарафанное радио, что Настя родила. Естественно, конечно, муж звонит и меня поздравляет, там все любимое, все, я очень счастлив, все так. А я не могу ему сказать, меня тут накрывает. Ну, все же я проговариваю. Мне сказали, что у нас подозрение на синдром Дауна у ребенка. И тишина. Я не знаю. Вот, ну, как бы, мой муж очень любит детей. Ну, мы же не знаем, он даже может сам не знать, как он может отреагировать на эту ситуацию. Вот. И такая пауза, тишина. И он мне сам рассказывал потом. Ты, говорит, когда мне это все сказало, я пошел в коридор, в коридор покурил, так и все обмозговал. Ну, ладно. И пришел, и мне звонит, говорит, мы же все равно его будем любить. Я говорю, ну, конечно, мы будем его любить. Ну, все. Что ты заморачиваешь? Что ты заморачиваешь? Я говорю, как еще заморачиваешь? Мне такие вещи говорят. Ну, в общем, он очень переживал за то, что мы лежим в больницах. Вот эти моменты. Он там... Все, все... Вообще, вот эта вот поддержка близких была просто вот... Такое было ощущение, что я вот на подушке безопасности мне все время. Потому что, уй, мама, папа, друзья, знакомые, родственники все. То есть все вот какой-то вот... Я ощущала вот эту поддержку, тепло во всяких отношениях. То есть мне не стоит только позвонить и вообще что-то сказать. То есть было очень тепло и приятно. Ощущать себя не одиноко. Негатив. Извне. Для нас его не было. И по сей день. Вот так получается, что у нас встречаются вот такие вот люди Англии. Которые, как педиатр, которая мне сказала о том, что у вас с подотрением на синдром Дауна, она не подошла ко мне и не сказала. Зачем тебе? Представляю. Париж еще там. Ну или что говорят. Очень много я слышу от мамочек. Мне она сказала, не вздумай бросить. Как бросить? Я столько его ждала. Нет, конечно, бросить нет. Дальше перинатальный центр. Прохирург Наталья Валимовна. Она прям с нами как просто нянчилась. Она прям, я не знаю, это было видно, что она прям сопереживает нам. Не знаю, она смотрит на меня, а я там с красным носом все время хожу, наворачиваю слезы. Вот. Потом заведующая принесла мне книжку. Книжка называлась… Мой… Нет, не вспомнила. Мой сын синдромом дауна. Ну что-то такое в общем. Я ее там за идеи задние сутки просчитала, что мне что-то дали какую-то информацию. Еще там буклетик был вот с этим даун сайтапом. То есть все, мне уже такое уверенность. Все. Я не одна. Эти же дети и они есть, и есть они еще и в Хабаровске есть. То есть все, какая-то пошла все, у меня уже прям глаза открываются, все нормально, все хорошо, все будет хорошо, все. Я не одна. Вот здесь. Вот этот момент, вот когда я не одна, вот чуть поподробнее, вот то, что другие есть, есть содружество, вот это сообщество людей, когда… вот про это было какое-то вот такое открытие и внутреннее вот это ощущение в подходе, в помощи? Ну, честно сказать, я не могу так сказать. Мне позвонили, девочки звонили мне, говорили, что… то есть сразу меня подключили вот в эту общую группу солнечных детей. Но мы немножко потом разъединились, потому что там уже взросленькие дети были и все у них уже устаканилось, все было уже спокойно. А те новорожденные, да, детки, вот здесь была проблема, мы не знали, где взять информацию. В общем, мы по крупицам, мы собрались, те, которые вот новенькие, и мы уже по крупицам собирали эту информацию. Да, он сайтап, конечно, в помощь нам был, потому что мы отправляли туда заявку и нам присылали целые томики информации, и все это мы перечитывали, делились друг с другом. И да, конечно, здесь мы устраивали совместные там уже праздники, и каждый год продолжаем это делать. такие общие имени в октябре. Как изменил меня Гриша? Гриша, наверное, изменил всех вокруг, кто его знает. Вот такое ощущение у меня. Ну это такое, это внутри происходит все. Это я сейчас не могу сказать вот это, 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 это. То, что я стала по-другому смотреть вообще на все, это однозначно. На люди, отношения с людьми, отношения, на какие-то критические ситуации ты смотришь по-другому. Потому что ты такой порог прошел, ну, серьезный, ну, лично для меня, например, да, мы же у каждого свой вот этот вот. И вот степень вот этого стресса или там жуткой ситуации, ты когда это проходишь, значит, куда заново рождаешься. Либо тебя вообще переносят на какую-то другую планету, где живут эти дети, ну, дети с инвалидностью, да, они не обязательно синдром Дауна, а вообще. И все, ты просто вот тебя переворачиваешь там внутри вообще с ног на голову, и ты на все смотришь под руку. А сейчас это просто вот наше такое персональное солнце дома, потому что он очень тактильный мальчик. И мы идем, например, в сад. Вот каждый день я эту историю вот иду и замечаю. Мы идем в сад, и идут, допустим, мамы там уже отвели, идут обратно. Мамы, папы, женщины, мужчины идут, и они такие все. Сейчас у них работа, сейчас у них там в голове видно, в глазах видно заботы, работа, проблемы, каждый дневные, у них там на лице все написано. А Гриша идет, и я его уже не оттаскиваю, потому что раньше я говорю, Гриша, Гриша, не надо всех обнимать подряд. А он такое ощущение, как будто он чувствует, короче, он подходит и начинает, а тот человек не видит, ну что-то ребенок какой-то, а он его афайте, или там привет, и начинает его за ноги обнимать. И у него непроизвольно начинает улыбка, и он такой, здравствуйте, здравствуйте, там привет, ну так ему вслед, и он пошел с этой улыбкой дальше, человек. И вот такой вот даритель позитива, вот это Гриша. О чем я мечтаю я как мама? Мне просто хочется, чтобы ребенок себя как-то реализовал в этом мире, чтобы все у него как-то сложилось. Ну, честно сказать, здесь очень сложно вообще что-то думать, загадывать. Просто на данном этапе, вот мы сейчас существуем здесь в театре, для нас это просто вот находка и счастье, что мы здесь, и мы раскрываемся. И дальше спорт хотим отдать, дальше не за горами школа у нас, и все, в принципе, у нас вот по мере выступления каких-то вот таких. Здесь о чем-то прямо вот таком мечтать. Хотим в театре выступать, хотим показать, как Гриша умеет танцевать. И мы уже это сделали, мы это уже показали. Потому что это прямая была вот такая вот, вот мы видим, как он это делает красиво. А хочется, чтобы это еще увидели люди, заметили это. Поэтому все впереди у нас. Да, это однозначно, да. И как будто музыка управляет им. Вот это и есть такое, что он такие иной раз вещи такие выдает. И как жалко, что нету на лбу камеры, которые причем автоматически включаются и запечатляют именно эти моменты. Мы когда ходили, там был возраст двух до трех лет, мы ходили в Монтессори занятия. И там был такой музыкальный кружок. Педагог хороший. И мы занимались там всяческие музыкальные инструменты, какие-то танцы. И всегда в конце у нас, мы заканчивали занятия тем, что педагог вставала и показывала нам, мамам, потому что это сложный танец. Например, какой-нибудь грузинский танец. Например, там переступали ногами. Но это было сложно. Я вот просто стояла вот рядом и пыталась проделать то же самое. А у него так получалось, но это делает каждый день. Вот. И мы смотрим, что Гриша смотря на нас. Это педагог сама тут посмотреть. Его не надо учить. Он перенимает это все, эти шоки. Просто были тогда вот в таком шоке, что мы, взрослые, стоим и переименаемся, смотрим, как это надо сделать правильно. А он стоит так и делает за ним. То есть это вот, я говорю, музыка через него как-то вот, тело мне взаимодействует с музыкой. И из-за него получается красиво. Что бы я бы советовала, я бы ничего не сняла. Потому что, ну, это же настолько индивидуально. Ну, как мы можем что-то сказать? Нет, вот сделай так-то и так-то. Я повторюсь, что у нас есть у каждого выбор. И не в праве никто судить, кто как. У нас человек сам в себе судья. У нас есть всего два пути, про которые я уже сказала. Либо мы избавляемся от проблем, либо сидим и плачем, оплакиваем все это, что с нами произошло. Либо мы смотрим на эту ситуацию, такая какая она есть, принимаем ее и во всем этом ужасе видим позитив. И он, вот главное, хотеть его видеть. Придет извне, вселенная тебе даст возможность эту увидеть и позитив, и радость, и счастье от того, что у тебя такой ребенок. Тебе кажется, что это все плохо? Самопилит. Хорошо. Сняли.